День, все немножко расслабились, в общем, все наши спикеры опаздывают, все стоят в пробках, поэтому мы решили начать. В общем-то, солнце нам не помеха, тема у нас сегодня очень интересная. Мы поговорим во всех аспектах маркетинга, продаж и всех возможных инструментов, которые помогут банкам, микрофинансовым компаниям расти. Поэтому все наши коллеги подтягиваются, я думаю, что мы можем считать нашу конференцию открытой. У нас, мы очень ждали представителей ВТП-24, он тоже опаздывает, у нас предполагалась такая интересная, нестандартная пленарка, ну, то есть пленарное заседание. Мы хотели сделать небольшой такой блиц-опрос наших экспертов, которые, в общем-то, каждый в своем лице представляет практически разные сегменты финансового рынка. Я сейчас расскажу, кто у нас в пленарном заседании, и, верно, я думаю, что попрошу Булата помочь мне немножечко организовать нашу дискуссию, придумать еще дополнительные интересные вопросы, помимо тех, которые мы задумали, ну и, собственно, начнем. Итак, я вам представляю наших экспертов, которые у нас открывают нашу конференцию и участвуют в пленарном заседании. Ну, во-первых, Светлана Карпова, она у нас представляет финансовый университет, она у нас в этой практике. Виктор Достов. Все знают, что Виктор у нас представляет Ассоциацию электронные деньги, это глава Ассоциации. У нас также участвует Андрей Владимирович Паранович, он у нас директор СРО МПИР и представляет в своем лице, скажем так, верх профессионального объединения микрофинансового рынка. У нас также участвует Василий Михаил, он является президентом в виде институционных и финансовых аналитиков, и здесь мы можем поговорить, о том, что у нас в этом сегменте происходит. И, конечно же, наш супер-мегаэксперт Булат Субанов. Булат – это эксперт, представляющий в своем лице концентрированный опыт банковского рынка, человек, который за плечами имеет большую историю работы в банках и поделится с нами опытом именно в отношении этого сегмента, именно банковского. Мне хотелось бы немножечко услышать Ваших экспертных мнений в свободной форме по поводу, в первую очередь, итогов 2014 года. Ну, как мы понимаем, сейчас начало 2015-го, в принципе, 2014-й нам, конечно, подарил очень много неоднозначных событий, которые, конечно же, очень сильно отразились на всех сегментах финансового рынка и, в принципе, оценивались экспертами неоднозначно. И мне хотелось бы, наверное, слышать от Вас по очереди Ваше мнение, выделить главный, один, возможно, негативный итог 2014-го года, один позитивный, который, как Вы считаете, в отношении того сегмента, того рынка, на котором Вы работаете, имеет смысл выделить. Я хотела бы, наверное, начать с влияния УЛАТа и в отношении банковского рынка, да? Да, микрофон, конечно. Жанна Коррегия, а может быть, слышно? Мы будем микрофон передавать, мне кажется, зачем мы потеряем еще много времени. Если один аппарат, то вспышек будет мало, так что... Спасибо. Я бы хотел сказать только про розничный рынок, потому что нельзя купить сегменты во всем. Я скажу, что в рамках нашей конференции ток положительный прошлого года в том, что банкам придется обратить внимание на маркетинг. И причем маркетинг – это один из тех инструментов.